Тагон Санджиевич прибыл на фронт в июле 1941 года. 163-я стрелковая дивизия, в которую он попал, в составе Северо-Западного фронта в это время вела кровопролитные бои в районе Старой Руссы. Еще на призывном пункте в селе Агинском Читинской области, на пятидневных курсах всеобуча, какой-то командир не пожалел Санджиеву десятка винтовочных патронов, и увидев его меткую стрельбу, сразу же записал его в стрелки. В течение полугода вместе со своими товарищами сдерживал натиск врага красноармеец Санджиев, превозмогая тяжелые лишения и стараясь не замечать гибель своих друзей, прежде чем советская армия накопила немного сил и смогла перейти в наступление. 9 января 1942 года началась Тарапецко-Холмская операция. 529-й полк, в котором служил красноармеец Санджиев, 18 января атаковал немецкие позиции в окрестностях деревни Сухая-Ветош, южнее озера Неверы. Наступление шло тяжело. После артподготовки, когда красноармейцы поднялись в атаку, оказалось, что огневые точки врага не были подавлены. Увязая по колено в снегу и неся большие потери, стрелки двигались вперед. Советская артиллерия хоть и поддерживала наступление своим огнем, но из-за плохой организации связи результата не достигало, и немецкие пулеметные, минометные и артиллерийские точки продолжали яростно огрызаться, посылая на головы советских солдат тонны смертоносного металла. Особенно тяжелый огонь ввелся с высоты 228,5 и с высоты 240. В связи с большими потерями в ротах первого эшелона, советским командованием были введены роты второго эшелона, но и они достигнуть успеха не смогли. В итоге операция потерпела крах, и наступление захлебнулось. К вечеру, когда стемнело, стрелки до самого утра вытаскивали своих раненых товарищей с передовой. Дагон Санжиев в эту ночь спас 15 человек. В этом же бою участвовал и земляк Санжиева, тоже будущий снайпер, а пока сапер Семен Данилович Намаконов. Они были знакомы еще до войны, но даже служа в одном полку, пока не встречались. После боя 18 января Намаконов также вытаскивал своих товарищей. Он вынес личным оружием командира 2-го стрелкового батальона и еще троих красноармейцев. Снайпер Дагон Санжиевич Санжиев родился в 1904 году в семье охотника в устье реки Харашиберь в местности Кункур. Уже с детства Дагон со своими братьями занимался охотой и подружился с дробовым ружьем. А когда в 1930 году разрозненные семейные поселения объединились в большое село Саган-Ала, то большая семья Санжиевых пошла работать в колхоз имени Сталина. Сначала Дагон пас Атару овец, но потом отучился на курсах трактористов и стал водить по полям могучую машину, распахивая степные просторы. По этой причине ему дали отсрочку от армии. Трактористов в то время было крайне мало, и каждый был на вес золота. Перед самой войной Дагон женился, и у него родился сын. Весной 1942 года, когда фронт стабилизировался и командование дивизии стало создавать снайперские взводы, в 529-м полку найти хороших стрелков поручили лейтенанту Репину Ивану Васильевичу. Хоть Репин по специальности и был топографом, и совершенно не знал особенностей снайперского искусства, но свою работу выполнил на отлично. По всему полку он собрал 18 метких стрелков, но учить их поначалу было некому, поэтому красноармейцы постигали снайперскую науку сами, да и поначалу даже снайперская винтовка во взводе была всего одна. Пока Тагон Санжиев находился в стрелковой роте, он не считал убитых им врагов, но у снайперов строгий учет. Записал первого своего поверженного противника Санжиев так. Выйдя на охоту, он заметил на одном из деревьев в лесу возле дороги легкое шевеление. Хоть Санжиев давно и не охотился, но глаз не потерял навык отличать мелкие движения в лесу. Немецкий снайпер Кукушка занял свою позицию на дереве. Недолго думая, Санжиев прицелился и выстрелил. Все равно, что глухаря сшиб сосны. Крепко о землю шлепнулся немец. Уже скоро кто-то посоветовал лейтенанту Репину заглянуть в саперный взвод, где нес службу Семен Намаконов. Хоть таежный шаман, как прозвали его сослуживцы, и не знал снайперской науки, но сама жизнь научила его. Проведя всю свою жизнь в лесу, постоянно охотясь, он виртуозно мог выслеживать свою добычу. Умел читать следы зверей и искусно маскироваться. Стоит ли говорить, что и стрелял он тоже метко. С тысячи метров попадал в свою цель Семен Данилович. Когда Намаконов вошел в землянку, где сидели снайперы, и увидел Санжиева, то не поверил своим глазам. Тихо, с едва уловимым трепетом он сказал несколько слов на бурятском языке. Тагон Санжиев так и подскочил, увидев старого знакомого. Таежный шаман занял во взводе до этого пустующую, но столь необходимую роль учителя. Он брал себе по очереди в напарники то одного молодого снайпера, то другого, тем самым передавая им свои знания. И под его руководством стрелки быстро начали набирать число истребленных немцев. Но более всего любил Намаконов охотиться в паре со своим земляком. Часто сидя в засаде, Семен Данилович забывался и переходил на родной язык. Русские снайперы переставали его понимать и отвлекались от своих обязанностей, переспрашивали, а каждое лишнее движение могло демаскировать снайперскую лежанку. Поэтому даже с подручнее было землякам действовать вместе. К тому же Тагон Санжиев был самым импульсивным и горячим во взводе. Вот и приходилось Семену Даниловичу лично следить за своим другом, постоянно одергивая его от необдуманных поступков. Счет поверженных врагов снайпера Санжиева неуклонно рос. Однажды усталый, но радостный, он зашел в блиндаж и доложил об очередном успехе. Два немецких артиллерийских разведчика проводили засечку целей. Подобрались диверсанты близко к советским позициям, смотрели в бинокли и что-то отмечали на карте. Два выстрела, и лазутчики так и остались лежать навсегда на советской земле, а их бинокли и планшеты Санжиев принес командиру, как доказательство. В другой раз Семен Намаконов выследил немецкого снайпера. Под подбитым танком он обнаружил его лежанку. Видно было, что всю ночь лежал опасный враг, много курил, ежился от мороза, но терпения не хватило, ушел на рассвете. Намаконов решил подкараулить немецкого снайпера и взял себе в напарники тагона Санжиева. Всю ночь пролежали солдаты возле молчаливой железной громады. Не хотелось гитлеровцу лежать морозной ночью под железным брюхом машины, и он пришел только на рассвете. Уловив скрип шагов, Санжиев пополз навстречу врагу. Он хотел взять его живьем, но немец оказался ввертким, и снайперам пришлось использовать кинжал, чтобы его утихомирить. Снайперы заняли немецкую лежанку и стали ждать. Очередной обстрел нарушил утреннюю тишину, и из леса выскочили два испуганных лося, которые, пробежав мимо танка, где залегли снайперы, убежали в сторону немецких окопов. Санжиев хотел пристрелить зверей тут же, но Намаконов остановил горячего напарника. «Мясо будем есть после войны», — сказал он тагону. Семен Данилович решил сделать приманку врагу и пристрелил зверей только у немецких окопов. Фрицы знали, что их снайпер залег под танком, и даже не догадывались, что он уже убит, поэтому не сильно искрывались. Скорее всего, они подумали, что это именно он и сделал им такой подарок. Трое из них с ножами бросились к зверям и тут же упали замертво. Тагон Санжиев очень уважал Семена Намаконова и хоть был младше его всего на 4 года, но обращался к нему исключительно аба, что с бурятского означает «отец». Интересно представляли себе врагов друзья-охотники. Если Семен Намаконов представлял немцев в виде диких зверей в человеческом обличии, которые жгут, убивают и грабят все на своем пути, то тагон Санжиев говорил, что линия фронта похожа на большой пал, который случается весной в степных просторах. Огненная лавина движется вперед, все пожирает на своем пути, опустошает. В степи все выходят тушить пожар. Ему же Санжиеву вручили винтовку для того, чтобы он помог своему народу сбить пламя, потушить все искры. Уже в мае 1942 года за 68 уничтоженных противников и 15 вынесенных с поля боя бойцов и командиров Красной Армии у деревни Старая Ветошь, Санжиева-Тагона Санжиевича представили к награде – Ордену Красного Знамени. Крепко подружились земляки, с каждым днем все увеличивая свой громкий счет. Но недолго им пришлось воевать вместе. 26 июня 1942 года Тагона Санжиева не стало. В этот день друзья соорудили снайперскую лежанку недалеко от дороги, по которой проезжали немецкие автомашины. Советские артиллеристы накрыли колонну противника, создав пробку, а снайперы уничтожали всех, кто показывался на дороге. Уже скоро немцы засекли лежанку земляков и начали ее обстрел. Дважды предупреждал друга Семен Намаконов, что пора уходить, мины рвались все ближе, но Тагон вошел в раж. Ползут там двое, последнее, что услышал Намаконов от своего друга. Тагон Санжиев выстрелил, и в ответ возле гусениц трактора блеснул огонек. Немецкий снайпер точно послал свою пулю в голову Буряту. Семен Данилович хоть и был ранен той же самой пулей в плечо, но притащил своего друга обратно. В этот же день Тагона Санжиева похоронили в Старой Руссе. Меняя шаг на остановках, в седой пороховой пыли, на двух прославленных винтовках его товарищи несли. Его зарыли под горою, где ельник, выжженный паник, винтовку павшего героя в наследство принял ученик. В ней сохранилось два патрона, винтовка теплую была, как будто в ней от рук Тагона еще осталась часть тепла. Всего два месяца провоевал снайпером Тагон Санжиев. За это время он по официальным данным уничтожил 104 фашиста, хотя его товарищи говорили, что реальный его счет перевалил за отметку в 180 поверженных врагов. Семен Намаконов отомстил за своего друга, выследив и уничтожив немецкого снайпера. Винтовку Тагона Санжиева он по традиции передал другому лучшему стрелку отряда, также своему ученику Борису Канатову, который принес присягу мстить за смерть товарища и нещадно разить врага. Семен Данилович до конца войны носил пулю, убившую его друга. Уже после победы решил он заглянуть в село Цаган-Ола, где жили Санжиевы, но оказалось, что некому было отдать немецкую пулю, сразившую Тагона. Односельчане поведали охотнику, что война нанесла старинному роду Санжиевых большой и непоправимый урон. Вскоре после гибели Тагона в зимнюю вьюжную ночь, спасая колхозный скот, трагически погибла его жена, член партии Бальжит Санжиева. На разных фронтах смертью храбрых пали братья Тагона, Дутар, Метуб и Болот. Не вынес горе отец, который трудился в колхозе до 80 лет и, получив вести о гибели всех своих сыновей, скончался. За месяц до Дня Победы умерла и старушка-мать. В живых остался только сынишка Тагона, но после смерти бабушки он пропал. Семену Намаконову пришлось приложить все свои следопытские усилия, чтобы найти парнишку. Более 600 верст прошагал он в поисках маленького жамсо, от улуса к улусу, от юрты к юрте, но все же разыскал он сироту и взял его в свою семью на воспитание. Когда же парнишка подрос, отдал Семен Данилович ему тяжелую немецкую пулю, которая убила его отца Санжиева Тагона Санжиевича.